Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Fiverr и Каспер, и мы начинаем смотреть BTS Series. Очередной такой мини-турнирчик с небольшим призовым, онлайн, но зато быстрый и с хорошими командами. Да, призовой фонд в общей сложности составляет 5000 долларов, и на этот раз проводится он в регионе Европы. Если мне не изменять память, это, кстати, четвертый быстрый турнир от BTS, и третий как раз-таки проводился, по-моему, в азиатском регионе, прошлый. Возможно, возможно. Но они любят в межсезонье, когда ничего толком не происходит, когда еще команды, возможно, состава не утвердили, устроить какую-то небольшую зарубку на недельку, на полторы, не занимает много времени, и вроде как сочненько слишком. Да, ну и у нас вот такие интересные, съела субмарина замечательным флагом на логотипе. Ну, там задроты плотные. В общем-то, группа А у нас была только что продемонстрирована, вот у нас группа Б. Сегодня мы, кстати, сможем... Не, не сегодня, мы сможем понаблюдать за одним из этих ребят. Хотя... Не, сегодня у нас будут, да, Kipi Element, точно, 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 у нас там где-то будут играть. Ну и, собственно, группа С. И Fantastic Five есть, и ProDota, и Virtus.pro новоиспеченные. Собственно, все команды, которые сейчас будут обкатывать свои новые составчики, которые мы, кстати, уже тоже обсуждали, и эта запись, возможно, скоро появится. Да, невозможно, она точно скоро появится. А здесь, в группе D, уже как раз-таки команды, которые сейчас будут играть, и из этих четырех команд будут играть сейчас две. Это Team Empire, это Broadmasers и Pikibana уже на ваших экранах. Broadmasers, вот, греки, которые играли на WESG, у них в регионе, это была, по-моему, Юго-Восточная Европа, и там была одна квота, но у них попались очень сильные румыны, которые вот этот вот наполовину Kipi, там, Kamezmi, который ушел, тоже играл в этой команде. Да, 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 они очень жесткие были, и просто развалили этих Broadmasers, вообще практически шансов не оставили. В финале, между прочим. Но Broadmasers, между прочим, тоже не стоит списывать их со счетов, они ведь тоже достаточно сильная команда, и если вообще говорить о такой стране, как Греция, там есть уже Adfine, которые зарекомендовали себя, наверное, точно как топ-1 Греции, и хорошо, плотно утвердились в Европейском регионе. Broadmasers как раз-таки идут именно к этой цели. Постепенно принимая вот так вот участие на турнирах более мелких, вот таких вот Tier 3, там, Tier 2, сейчас уже они доходят до турнира Beyond the Summit, да, он тоже, конечно, небольшой, и как сами ребята из BTS написали в своем анонсе, как это писали, в принципе, и мы в своем анонсе, то, что это такая небольшая своеобразная тренировка для команд. Оплачиваемая тренировка, действительно, так и есть, так и есть, я тут соглашусь. Ну, неплохо, так, за тренировочку, сколько там, за первое место, по-моему, 2,5 тысячи долларов, да, мы понимаем то, что это не 100 тысяч, не 300 тысяч, но тут нужно понимать то, что это онлайн-турнир, да, у тебя нет большого перенасыщения матчами, тут достаточно щадящий график для всех коллективов, плюс сроки, которые ты тратишь на играние всех этих матчей, у тебя достаточно небольшие, то есть ты, как я уже говорил, там, неделька-полторы, ты там все отыграл, ты уже умничка, ты заработал денежку или не заработал денежку, это такое, но, что самое главное, ты попрактиковался в турнирных условиях, это очень важно, особенно вот этот период пост-решафловский, потому что буквально там вчера-позавчера у нас были уже залочены составы, соответственно, команды полностью уже утвердили свои ростеры, вот мы сейчас видим у Империи, это Готкин, Гер, Гостика, Алоха, Мепошка, то есть полным своим составом Империя сейчас играет, и это как раз вот такие первые полевые испытания, и очень хорошо, то, что эти первые полевые испытания проходят в турнире там за 10 тысяч долларов, а не за миллион, потому что там всякое может случиться. Ну да, но здесь 5, ну я образно-образно говорю. Да, я понял, но вообще в целом, как раз таки говоря, и уже не раз эта тема поднималась вообще в сообществе, что имеет ли место быть такие турниры, и сейчас мы видим воочию то, что действительно такие турниры, они нужны, это вот практика, это тренировка, особенно пост-решафловский период, очень неплохо, вот оно как-то командный дух ты налаживаешь, тем более, если есть новые тиммейты, которые только пришли, с которыми ты только не играл, хотя в СНГ, мы уже об этом сегодня говорили, все друзьяшки, все давайте, го со мной, я, конечно, могу перейти к вам в команду, но возьмите со мной еще плюс два друга. Да, да, и там подумаем, может быть, пойдет. Ну что, давай, короче, уже пройдем, все ближе к игре. Да, у нас тут пики баны, у нас Sinking Oracle и Империи, Kung, Jagernaut, достаются Broodmothers. Где Broodmothers? Вот есть команда Broodmothers. Я, кстати, видел их матчи, причем вот немало их матчей смотрел, и я не видел, чтобы они когда-нибудь брали Broodmothers. Ну, ты знаешь, это вот какая там команда. Как Noted Hunter? Ну, Noted Hunter, да, была, кстати, такая небезызвестная команда. Ким Тинкер. Ким Тинкер, да, тоже, кстати, были такие ребята. Ну, Ким Тинкер вроде бы с Тинкером играли, наверное, я не припомню. Elder Titan на третий пик заходит, это говорит нам о том, что Sinking это будет не вот этот роумящий суппортящий, как мы иногда видим, вот как нам как раз те самые румыны показывали. Да, КВМ. Да, КВМ на нем катал. А это будет Sinking стандартный, вот этот в оффлейне стоять. Ну, опять же, поглядим, герой достаточно универсальный, как для оффлейна, так и для мида в определенных ситуациях. Он заходит и для легкой линии, поэтому его можно здесь приткнуть куда угодно, но вообще, скорее всего, его действительно поставят в оффлейн. То, что появляется Elder Titan, это уже говорит нам о том, я не понимаю, на самом деле, почему его не забанили, Брудмазерс, хотя понятно, да, они потратили свой бан на того же Хускар, потому что там есть Оракл, потому что Хускар с Ораклом, это просто под Фолспромисом и вообще под Захилом, под бафами, вот этими он становится машиной для убийства. Да, 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 да. Так же, как и с Дазлом. Интересный, кстати, тоже выбор котла, ну, Сэн Кингу вот вообще очень неприятно, вообще вот этим героям, оффлейнерам очень неприятно стоять против котла, просто потому что ты ловишь монолик, ты двигаться особо не можешь, потому что ты очень сильно зависишь, в данном случае там от Борострайка, да, чтобы была возможность как-то заныкаться. И плюс постоянно ловишь от него плюхи, поэтому если ты не какой-нибудь там, я не знаю, Никс, у которого просто встроенный реген, там, 5 единиц здоровья в секунду, ты еще там пару манг купил. Это тоже большой реген, но опять же, еще большой проблемой является, когда ты стоишь против котла, когда ты попадаешь под иллюминейт, и там вообще, если пару раз попал, все, ты бежишь домой регениться, ты теряешь в опыте, ты теряешь абсолютно. Именно, именно. Единственная прелесть это то, что котел, пытаясь тебя пробить, иногда может прохорашивать крипчиков, поэтому если линию он сам будет держать плохо, ну, либо его керри, либо он будет отводы делать некачественно, то возможность будет немножко стоять под вышкой там экспица, есть приятный момент. Но это зависит уже от уровня владения котлом конкретного игрока. Хорошо, четвертый пик. Вот вроде бы суппортов, оффлейнеров разобрали, остался мидер и керри, герой, ребятам из Empire. И кого мы здесь можем узреть? Мы можем узреть Outworld Devourer на центр. Любопытно. Ну да, но опять же, либо легкое, мы его и на легкой видели на VSG очень часто. Появляется OmniNight, вот это вот уже интересно, это очень, очень интересно. OmniNight тоже на VSG был от команды Paragon Sports. Мы с тобой или с Бафиком тогда комментировали, наверное, с Бафиком. Тогда Зик играл на OmniNight, и мы говорили о том-то, что он этого героя очень сильно тренировал до того, как сыграл на VSG, и тогда он показывал себя неплохо. Причем этот OmniNight играл даблой вместе с Сэнд Кингом, но здесь, как мы видим, Сэнд Кинг уже в другой команде, и, в принципе, возможно, это намекает на то, что, ну, вряд ли своровали. Помнишь, вот когда OD был очень популярен, тогда OD OmniNight в пабах, во всех пабах страны. Не, ну, тут-то уже вряд ли мы бы, да, увидели комбинацию. Не, в целом, в целом, OmniNight просто сам по себе, он достаточно неплох. Мне больше любопытно то, что у нас получается Кунка на Core позиции, так как Киперкотел будут два саппорта, я практически на 100% уверен. То есть это будет Core Кунка, куда он пойдет там в центр, не знаю, в сложную, и там, и там мы видели этих героев. В центре весьма неплохо стоит, в принципе, потому что, потому что есть прекрасный, у него замечательный спелл, Тед Брингер, и Харасит неплохо, и, в принципе, уйдет. Когда-то Кунку тестировали, я помню, вот как контру OD, когда OD был в тренде, когда найти ему контру было весьма тяжело, то есть это были стандартные герои Viper Razor, а милишников тогда вообще вроде бы не было в перспективах никаких. Но вот Кунка, кажется, если мне память не изменяет, как раз использовался некоторыми коллективами на стадии бета-тестирования. Но пока мы видим эту Томпларку. Но она тоже неплохая, в принципе, но не знаю. Как-то вот пик. Получается, это оффлайн Кунка? Ну да, оффлайн Кунка, Джиггернаут в легкой. Единственное, что мне не особо нравится, это то, что контроля мало, вернее, его нет вовсе, за исключением там Крест Торрент Кунки. И больше оглушений мы здесь не увидим. Ну, там Монолит. Монолит еще как-то подходит. Да, но это такое себе эти Монолит. Да, и вот, собственно, пользуясь этим, имперцы забирают антимага. Все очень логично, очень понятно. Поглядим, правда, насколько получится у Империи с этими персонажами хорошо сыграть. Потому что в теории Брудмазер смогут достичь сильно вот этого эффекта снежного кома, снежного шара. И просто развалить минут там за 25. И Джиггернаут, и Тампларка, они могут так делать с Кункой вместе. Котел тоже очень рано начинает драться. Чего не скажешь ни про ОД, ни про антимага. Ну, в принципе, да. Но ОД по получению ультимейта тоже становится достаточно сильной. Но, опять же, вопрос к скиллбилду Outward Devourer. Потому что далеко не все, вернее, почти никто не качает на 6-м левеле ультимейт. Не только лишь все? Да, не только лишь все. Цитируя знаменитого... Философа. Философа, да. Так вот. Действительно, ультимативно появится не быстро. Но, тем не менее, ОД, он стоит в центре уровня. Набирает очень бодренько. Поэтому проблем быть не должно. Так, ну, я думаю, вообще время представить составы. Начнем, пожалуй, с обновленного состава. Team Empire. Год сыграет на Outward Devourer, Kinger на Oracle. Гостик на Сент-Кинге, Aloha Dance на антимаге. И мипошка на Elder Titan. Да, и у ребят из Broodmothers Relax, Omni Knight Focus, Juggernaut, Conman, Keeper of the Light, Ill на Кунки и Kaiser Templar Assassin. На, поглядим. Вот такие вот составы. Да нет, вообще, мне кажется, игра должна быть весьма зрелищной. Вот, правда, пики реально очень необычные. Очень необычные тем, что и у одних, и у других контролей не слишком много. Но у Империи хотя бы Сент-Кинг, там, Elder Titan немного всю эту картину сглаживают. Есть еще там Oracle, который хотя бы остановить может бегущего парня. То есть не обязательно там оглушить, просто придержать. Да нет, у Империи все в порядке. У них там не то, что там, ну, где-то что-то есть. А у них действительно все в порядке с этим делом. Да, ну, сейчас поглядим, как они тут будут ловить различных персонажей. Хотя здесь я бы не сказал, что есть сильно мобильные герои. Там Templarca, ну, Blink, по сути, герои с блинками сейчас пруд пруди. Тем более, это не встроенные, а приобретать еще нужно. Как бы, омники, котлы, и все это очень деревянная кунка. Две тысячи потратить на него. Да, да, кунка тоже относительно деревянная, зависит от того, сколько денег вынесет тоже. Понятно, что можно себе представить там кунку с невероятными артефактами, которые там мансит, но мы говорим, наверное, в реальные условия. Да, но кор кунка, да, кстати, не только кор кунка, но очень часто и саппорт кунка любят тоже покупать себе блинки иногда. Это есть такая практика. На отпуши хорошо работает. Вообще назойливые такие кункевичи получаются. То есть ты просто прыгаешь, даешь удар с Тайтбрингера и отходишь. Опять прыгаешь, отходишь, прыгаешь, отходишь, прыгаешь, отходишь, я имею в виду через крест. Да, кунка в миде, вот. А нет, он проблочил крипов, отставляет мид для темпларки, конечно же, я уже совсем... Да, кунка идет на свой оффлейд, и причем он будет там стоять даблой. Очень интересно, потому что может этот хил, он не на это, заходить под крест кунки, продамаживать и как-то... Ну, не знаю, возможно, если есть такая задумка у команды Бродмазер, потому что он не на это, это достаточно ситуативный герой, герой, которого, в принципе, не так-то и сложно законтрить. Я, конечно же, говорю про Репейл, про Гвардиан Энджел. Да нет, ну, вообще, просто Омник и, в принципе, цель вот стояния здесь, мне кажется, это до некоторой степени просто цель вытерпеть издевательства Антимага и Оракла, которые вам придется сносить. И вот сейчас мы видим, уже начинается избиение. Антимаг, естественно, с Монобрейком на первом уровне. Алоха очень сильно разбивает кабинеты. У него много тангусов, поэтому он не стесняется размениваться по здоровью. А вот у ребят на линии, которые у них есть, кстати, салвочки. Но если хотя бы одну салвочку сбить, то ситуация может моментально совсем хорошей стать для дайеров. Да, Хил Омника будет заходить всегда в полном эквиваленте по дэмэджу относительно Антимага, потому что урон у него пьюр, и Моношилд спасать не будет. Да, Моношилд. Мэджик Шилд, да. Да-да-да, все верно. Так вот, и это все верно. Вот как раз против Антимага эта штука работает действительно хорошо. Ну, как раз это до тех пор, пока у Аэма не появится там большое количество слотов. Ну, вот я так понял, Кунка уже одну салву потратил. Да, тут симулирует торрент. Я тут просто смотрю, пока Мепошка, Мепошка, в принципе, мог отъехать, если бы был контроль, потому что, ну, Монолик это такое, к тебе подходит Джиггернаут, и просто ты делаешь тэп-аут от него. Нам на торрент, кстати, попал Алоха. Вот Алоха уже начинают сильно пробивать, это как раз из-за того, что у противника Регена оказалось чуть больше. Вот эти салвочки позволяют сейчас более агрессивно действовать. И, что очень важно, где находится Элдер Титан. Элдер Титану нужен в идеале второй, для того, чтобы через Астрал Спирита ставить свой хостом качественно, и потом уже продолжать атаку. Это может сработать просто потому, что Омни Найта, мана не резиновая, соответственно, могут быть проблемы. Да, но у него есть пока что манго, есть Кларити, и можно как-то еще отпиться попытаться, если там Кингер не собьет ненароком Кларити, которую он проюзает. Ну, это вроде бы вот мелочь, да, как бы, чё там Кларити за 50 копеек, артефакт, там, консамбл. Но, на самом деле, это очень важные моменты, вот когда тебя сбивают Кларити, когда тебе там фласки сбивают. Такие моменты иногда случаются непоправимые. Нет, это очень сильно именно темповые штуки, и поэтому игроки очень тщательно относятся к стартовому закупу. Именно поэтому закупы а-ля тапок плюс что-то, они являются не слишком хорошими. Не во всех ситуациях. Иногда это эффективно. Иногда мы видим... Сумкинг первую кровь проливает, да ладно, забирает котла. Неужели котел так сильно занаглел, что его гостик смог забрать? Ну, это сильное достижение. Когда в сложной герой убивает одного из суппортов, и при этом уходит безнаказанным, но это провал, это серьезный провал. Хорошо, что хоть не Керри умер. Ну, вообще, да, до Джиггернаута тут тоже, я думаю, стоять нелегко. У него, конечно, он фуловый, у него есть хилинг вард, но у Джиггернаута, кроме вот этого вот варда, у него совсем не осталось регена, а на вар тоже нужно еще и маны. Если потратишь ману на вар, там на все остальное не будет потом. Поэтому Сумкинг, он Джиггернаута все-таки потому, что тот милишник, он его порядком достаточно напрягает. Мне вот интересно, чем котел здесь занимается, почему вот так получилось и как вообще до такого он докатился, докатлился, ха-ха-ха, про ламбурчики. Так вот, Титан, Титан перетянулся на топ уже окончательно, я так понял. Сейчас пытались законтролить уронку, Девавров забрал баунти наверху и сейчас Титан... Ой, котел опять страдает. Не отдался нейтралам и... Что? Гостик на хосте просто. Как? Ну как это происходит? На хосте и... Не, ну на хосте, на хосте-то от хосты хитпоинты не уменьшаются. И посмотри, если бы была бы сейчас у гостя Камана, то можно было бы еще и Борофф Страйк по джаггернауту зарядить. Не, ну это катастрофа. Вот это уже прям совсем непростительные ошибки. И вот в такие моменты нужно задавать вопросы. На Кунку пингуют там сверху. Сейчас, скорее всего, будет нападение. Прыгает Алоха Дэнс на Кунку и подхиливает он не найт еще Кунку, но Кункевич рассыпается, потому что там Purifying Flames не прощает. Слишком много демэджа уже от второго левела. Да, там уже 180 или что-то типа того, да. Да, и на Омника, между прочим, пингуют опять тоже, потому что нет у него маны. Знают об этом ребята из Team Empire, но Алоха слишком много наполучал, поэтому отходит. Этот Омник еще просто неплохо так-то наваливает. Даже по антимагу, по мипошке мы только что видели сами. Торрент ни по кому не попадает. Да, там что-то Ил пришел совсем буйный, пришел немножко шороху навести, но при этом что-то не получилось у него на малость продамажить игроков команды Empire. Но пока 3-0. Пока что у имперца все прям великолепно. Это Центкинг. Я чувствую, в итоге взорвет этот Танцпол, этот Дарут, Центшторм. Да, ну скорее всего, потому что у него 18 крипов, у Кунки только 3, вот такого вот номинального оффлейнера. А, ну там Омнику оффлейнер, потому что он фармит, отдает фарм Кунка Омнику. По возможности у Омника 15, уже там 16 крипов. Ну, кстати, тоже неплохо, хотелось бы сказать. Не, антимаг просто не может особо мешать ластхитить, особенно когда там мана хп на должном уровне у противника. Просто подойти тяжело. Сразу можешь получить там торрент хилл и минус полстолба. У тебя там колечко только регена имеется. Центкинг просто вот так вот взял и своровал троих крипов у котла. Миленько очень выглядит, когда ты еще даже пулы брошешь. Это реально очень странно, потому что, как по мне, то схема нападения должна быть предельно простой. Вы просто идете, кидаете монолик, набрасываетесь на него в два ствола, начинайте его ковырять, этого Центкинга. Если Центкинг убегает, как бы у него заканчивается мана. Вы так повторяете один-два раза, все, минус Центкинг. Кунка посадил Алоху на торрент, подошел, дал плюшку стайдбрингера, но здесь попал под стан Элдор Титана, под слип вернее. И Алохо начинает избивать Омника, хотя получает хилл. И вроде бы неплохо его продамажил Омнина. Это здесь мипошка дерется с Кункой. А тут еще и ОД приходит год, просто разваливает кабинеты. Да, первострал Омника, и там Омник, скорее всего, погибнет. Да, это минус Омник. Блочит Алохо Кунку и Илл тоже погибает. Это минус два на ровном месте. И это уже 5-0. Пока что абсолютно сухой счет. Единственные намеки на то, чтобы кого-то здесь забрать, наверное, Гостик, потому что он в одиночестве находится. Но Гостик тут пока сам лица не прочь поломать. Гостик ломает лица. Ты посмотри просто на его закуп, и все станет понятно. У человека Аркан Бутс, у человека Инфьюз Дрэндроп, там уже Виндлейс. 370 МС, просто бегает где хочет, делает что хочет. Ну да. Ну, и опять же, не качал эпицентр на шестом. Качал, между прочим, Сэншторм. Это мне очень нравится, потому что, ну, обычно Сэнт Кинги так не делают. Там они как-то жмут этот скиллпоинт, либо найдят. Я вообще в шоке с этих Сэнт Кингов, которые так не делают. Прям горю с них очень сильно. Потому что, понятно, у суппорта всегда может находиться Сэнтрик или Даст. Да, понятное дело, у него против любого героя может, ну, я имею в виду, Сэнвиза находиться всегда, Сэнтрик или Даст, но ты в любом случае усложняешь работу противнику. Керри с собой, например, Сэнтрички не носит. Соответственно, там какой-то соло Джаггернаут тебя точно не убьет. В чем проблема? Кунка перетянулся сюда, и возможно будет какой-нибудь выход на Гостика. Кстати, Омнислэш есть уже у Джаггернаута первого левела. Седьмой левел Джаггер. По Крипстату мы можем видеть. Давайте вот с Крипстатом закончим, чтобы сейчас переходить к Нетворсам. Джаггернаут топ, Крипстат тоже. Темпларка держится в топе, наравне, в принципе, с Годом. У Года тоже все достаточно хорошо. Антимаг немножко отстал от Джаггера, но я думаю, это отставание быстро компенсируется с появлением Battle Fury. Тем более отставание у него небольшое. Ну и переходим к Нетворсам. Тут мы видим то, что Год идет на первом месте по Нетворсу. Он хорошо перетянулся тогда наверх. Вот там убийство, ассист. Классно все сказалось на его экономическом состоянии. Благополучие. И где у нас основные силы сконцентрированы? Гластик Бороу Страйк подкапывает. Неплохой. Но там от Торрента пришлось отмансоваться. Такой байт был своеобразный. Ну вообще да, но на самом деле здесь я не знаю, они шарили. А он просто умрет сейчас? Да, он умер просто. И Кунка еще умрет, потому что за ним Мепошка идет. Вообще стоило бы разбить Хилингвард. Наверное, Мепошка так и сделает, хотя будет сейчас Астрала, Эхостомп, и пойдет ли Гостик под Тауэр. А куда же ты развернулся-то, Кунка? Ой-ой, Гостик. Ты куда? Это минус Кунка. Даблкил для Гостика. 0-7. Что произошло? Почему вы так умираете? Возможно, он не поверил, то, что Сент-Кинг пойдет за ним. Ага. Ну... Там в Центре, кстати, нападение. Да-да-да, вижу. Тоже это странно, конечно, выглядело достаточно, но действительно счет пока что 0-7. Еще и на Тумп Ларочку набрасывается. Сейчас, конечно, может быть, Репел кинут, там может быть, еще много чего кинут. Там даблдэмидж у года, и... Поэтому, я думаю, тоже не стоит с этим шутить как-то. Подходит сюда Коттл, Кингера. Вообще, есть какой-то реальный шанс забрать Кингера, хотя вешает он на себя ту от магии. Очень прекрасно ему помогает. Кингер, да, это минус. Размочили счет греки. Да, немножечко все-таки смогли. Но стянули сюда. По итогу, ну, Тумп Ларка была, здесь троих людей сюда стянули. Там только Джаггернаут на нижней линии остался, и, собственно, все. И... Где наш Год? Год, конечно, пытался помочь. Он делал все, что было в его силах, но... Такой не всесильный персонаж пока что еще от World Devourer. Не может пойти срезать там несколько физиономий самостоятельно, но, возможно, скоро он уже будет способен на подобные деяния. И Тумп Ларочка. 1400 уже монет. Тумп Ларка вырывается на первое место по Нетворсу в итоге. Обрати внимание на низ. Джаггернаут потратил Блэйд Фьюри. Блэйд Фьюри потрачено. Сейчас просто можно раскастовать эпицентр и убить его. Там еще у меня слэш имеется, и фокус, наверное, должен успеть. Но вот! Вот он! Сэнд Шторм! Как раз то, о чем я говорил буквально минуту назад. Я уже говорил, что я люблю, когда мои слова подтверждаются на практике. Да, ты это говорил в том матче, когда Норвегия играла. Да, да, да. Тогда вообще лютый какой-то был. Я еще буду радоваться, когда люди начнут покупать Аганимы на Нагосиренах и на Легионах. Возможно, они тоже когда-то будут покупать Аганимы. Ну, вообще, инфа про Бараки, она, конечно, немного с опозданием надоперла в свое время, поэтому, возможно... Ну, еще пару лет и Аганим на Нагосирене... Не, ну, Крит уже собирал. Вот Криту я верю. Крит, он плотный задрог, но мы фигни точно не сделаем. Да ладно, Костик не нашел котла. А если бы нашел, то это была бы Гавелла. Это смерть была, потому что котел ничем сбить и по центру не может. Крит собирал Аганим на Нагосирене. Ну, не даром Крит чемпион двух мейджоров все-таки. Вот и я о том же. Это как бы намек всем вот этим хитеркам, которые говорят, что так не играют. Да, и здесь уже пошел Астрал Спирит, но Тауэр, скорее всего, потеряют Империя. Да, главное, чтобы сейчас до Титана не добрались, потому что Джиггернаут по-прежнему с Омнислэшем, но у него... Там есть кому разделить дэмэдж. Там первого левела всего лишь Омнислэш на дэмэдж... Да и Фаллспромис тоже у Оракла есть. Ну да, дэмэдж и три прыжка есть кому разделить. Вот Джиггернаут. А самое такое вот... Хотел бы обратить ваш взор на Антимага. Алоха собрал Вангвард. При этом его оставили и ему абсолютно никто не мешает. Вот только сейчас приходит Омнинайт и пытается как-то прохорашивать его за счет хила, хотя Алоха сам не прочь отвесить плюху Омнику. Ну, конечно, можно сейчас получить еще там на две-три соточки здоровья, вернее, на 360 урона, конечно, по области. Если Омник бьет по области 360 чистого урона, ну, это одно из самых мощных возможных заклинаний в игре в плане нанесения дэмэджа. Год. Решил подкараулить Фокуса. У Фокуса Омнислэша... А, нет, имеется Омнислэш, но не стоит забывать про то, что если Год все грамотно расконтролит, если не потратить сразу Астрал, то можно от него как-то увернуться и спрятаться, тем более есть Форстаф. Кстати, с Форстафа можно круто сейчас напасть. Вижена, правда, нет, плюс ночи на дворе, поэтому вообще плохое поле обзора. Ой, есть Астрал. Ну и сейчас... А, здесь еще и Мипошка рядом, поэтому, возможно, скорее всего, Брагин догонит и убьет его, потому что есть Форстаф, хотя не стал дальше идти. А тут еще и Кингер подходит. Кингер дает Purifying Flames по фокусу фокус почти умер, между прочим. И трещина пошла еще туда, заливает. Как же они хотят его убить. Ну, правда, Хилинг Вард плюс Purifying Flames от Оракла очень сильно Джаггера выхиливают и выходят фуловые. Ну, отходит. Слишком долго стоял здесь Брагин, конечно, но там и стянулись игроки команды Бродмазерс и Хилинг Вард. Ну, наверное, просто Кингеру стоило его разбить. Он находился в ренже определенный момент, когда там... Да там тяжело разбивать. У тебя основная цель, ты понимаешь, что ты можешь внести сейчас там две сотки урона в героя или одну тычку в Вард. И ты, естественно, выбираешь две сотки в героя, а вдруг он умрет, когда особенно он там на очень маленьком запасе здоровья. Ты не можешь рассчитать там десятку ХП, очень тяжело так делать. Котел решил, по-моему, просто сботеть на Варды. Он купил себе четыре центра Варда. Там в центре нападения сейчас, смотри внимательно. Пытались забрать Омника, и Омника все-таки смогли убить. Ну, опять этот Санкинг. Санкинг уже с даггером, Санкинг просто бегает и наводит полный шорох по карте, делает полный хаос. Да, и у Тампларочки появляется Дезолятор. Пока, мне кажется, это единственный герой, на которого можно делать ставку, если вести речь о команде Брудмазерс. Но в любом случае нужен Блинк, потому что как раз у Империи герои достаточно мобильные. Это Санкинг с подкопом, ну, Оркл, который просто сам себя спасти может, там, ОД с Астралом, Бандимакс с Блинком. Да, и с Форстафом, естественно, как бы там единственный вот Элдер Титан, который такой похож на булку, все остальные достаточно плотные. Ну, такая себе булка, 7 армора у него. Не, ну, ПА просто его все равно убивает. То есть, если отталкиваться с того, что она его просто находит в лесу, она его убьет. Вот только фишка в том, что сейчас могут пытаться забирать саму Фантомочку, там, Кайзер продолжает. Это Темпларочку, да. Но здесь подходит, кстати, еще и Джигернаут, хорошая плюшка, погоду с Молда. Да, но тут Гостик подкапывает и Эпицентр вроде неплохой. Корабль туда залетает по игрокам команды Империи, попадает по Гостику. Стерли уже Темпларку, разлом хороший. И Гостика сейвит Оракл Фоллспромисом, хотя в него входит от ультимета Джигернаута дэмэдж, и, скорее всего, умрет Гостик. Гостик после Фоллспромиса умирает. Это один в один по итогу размен. Да, причем один в один достаточно, мне кажется, выгодный в некотором смысле, потому что Джигернаут все-таки получил деньги. Омник собирает еще и Оракла, да. Так вот, потому что денег много. Джигернаут зарабатывает, он получает Бабулеса за этого Санкинга, который бегал с стриком серьезным. И вот уже идет наступление, я вижу, прямо на Антимага решили наброситься, но пока рановато. Да, но вообще Алоха здесь, он чувствовал себя довольно привольно на этой линии. Он фармил, у него есть Фангвард, у него есть уже Бродсворд, и до Баттлфьюри остается всего ничего. И это будет проблема, потому что нельзя отпускать Антимага. Когда ты даешь ему вот эту вот возможность быстро фармить и быстро перемещаться по карте, а на начальной стадии он не может этого делать, то тогда, по-моему, пиши про Балла потом. Не, Антимаг... Но ты его не словишь просто, тем более то, что у героев Бродмазерс у них нет контроля, там, кроме Креста. Монолика Котла, там, я не знаю. Да, да, его действительно нечем ловить. Так я как раз на стадии драфта об этом говорил, что контроля реально очень мало, соответственно, ну, в таких условиях крайне комфортно брать героев вот эти Сларк, Антимаг, Эмбер Спирит, то есть, ну, любой вот на ваше усмотрение, который, ну, вот очень-очень сильно зависит, если вдруг его поймают. Да, Морфлинг там, ну, тоже один из тех героев, на которого, ну, обычно, если ты пикаешь его на ранней стадии, то тогда под Морфлинг набирается очень много контроля и все. Но вообще зачастую сейчас в нынешних реалиях Морфлинг в основном сидит в бане. Да, его очень часто стали убирать. И Пошка в центре пытается немножечко подфармить себе Крепасиков, Экспа, это тоже важно для Элдер Тайтона, он седьмой левел, почти восьмой имеет, там суппорты команды Брудмазерс тоже почти восьмой Кунка и Коттл почти седьмой. Вот так вот, почти-почти у всех вот копится левела. Да, Кунка уровень 8, уже свой дополучил. Хорошо, выход в центр, но в центре пока только Элдер Титана можно найти, наверное. Кстати, под Вардом, кажется, был использован Смоук только что и я вижу огромное количество пингов по карте. Возможно, мы увидим сейчас использование Скана. Скан есть у команды Team Empire, но сейчас команда Брудмазерс, они не стали куда-то выходить, не стали кого-то искать, они выходят на Рошана. И сейчас знает об этом, ну как минимум Мепошка об этом знает, я думаю, что уже все об этом знают, действительно, я смотрю, сейчас и Титан тоже готов как-то разведку проводить. Но все, выход на Рошана оказался таким немножко авантюрным и сразу же его разоблачили Team Empire. Да, но вообще можно еще и прийти сюда подраться империи, почему бы и нет. Греки заняли позицию на своем хайграунде в лесу, а здесь уже Empire сами, наверное, хотят взять этого Рошана, хотя убивать его толком-то и нечем. Там нет никакого вампирика и хила тоже маловато. Там даже урона нет у Империи. У Империи реально нет урона. То есть там ОД разве что может как-то плюшки выдавать и все, собственно говоря, антимаг пока с этим вангвардом не боец. Смог разбился и не видели об этом, вернее, не видели об этом, не знают об этом Брудмазерс, конечно же, потому что не видели, нет Вижена и сейчас, скорее всего, игроки команды Empire кого-то найдут, а найдут они, скорее всего, Омника. Да тут все вообще в сборе. Будет драка, видимо, нешуточная. Гостик уже врывается с подкопом, получает плюшку, хороший, начинает наваливать ОД, с антис-эклипс вошел, Алоха Дэнс вешается на него фолкспромис, Алоха Дэнс скорее всего выживет, здесь, а вот Кингер уже вряд ли Кингера добивает Джиггернаут. Это минус Кингер и хороший эпицентр от Сан Кинга, он затрусил здесь по кунке и по темпларке, но Гостик остается без маны, под моноликом, уже никуда отсюда не уйдет. Это минус 2 от греков. Да, хорошо, приняли бой сейчас, но и вновь, я не совсем понимаю эту мотивацию имперцев сейчас вот так идти драться яро. У вас есть герои, которые хорошо себя чувствуют в лейтгейме, то есть идите, фармите, уйдите в АФК, пусть вас пытаются продавить с этими котлами, кунками там и омни-найтами. Купите себе пачку диффузов, занимайтесь своими делами. А в итоге мы видим то, что сейчас Империя навязала драку по итогу, которую получила по щам. И вот сейчас, мне кажется, до них наконец-то и допрет, потому что не стоит никуда лезть, не нужно. Вообще, просто сейчас перед этим выходом они подарили команде Брудмазерс Рошана. Там, конечно, есть разлом от непошки, но это абсолютно ничего не решает. Под кисиком он вообще урона не наносит. Да, кисик, да, он такой. Причерный кисик. Какой он там левел? Третий левел. Тоже вот прошел большой путь эволюции этот кисик с момента, когда его считали каким-то вообще заклинанием, которое можно не качать вообще, до момента, когда это заклинание чуть ли не приоритетным является. Это вот эволюция доты, эволюция понимания игры, механики, принципов действия этих. И империя, они опять хотят драться, опять Алоха Дэнс здесь. Ну вообще, на самом деле, я в принципе понимаю, почему они хотят драться, потому что антимаг собрал вангвард, а не Баттлфьюри первым сладом. Ну да, нужно пытаться вроде как-то реализовать. Так вот, про это тоже можно пообщаться, то есть, проследить вот эту причинно-следственную связь. Мол, с чего все начиналось? Начиналось все с того, что с задумки, давайте я сделаю боевого АЭМа, пойдем драться, и появился этот антимагвард, и вот сейчас мы видим безуспешная реализация нескольких замесов. Или же, наоборот, были вынуждены покупать ВГ на стадии лейнинга, а сейчас вроде что-то не получается, и из-за этого фарм замедлен. Ну, ладно, фарм скоро пойдет своим чередом, потому что уже появляется в Баттлфьюри, там, без пары сотен голды. Да, и в пуш выходят сами Брутмазер с под дезолятором Тауэр. Осыпаются очень быстро, при этом там еще есть иллюминейт котла, который сдувает крипов. И кисик стоит. Кисик, кисик стоит, действительно. Посмотрите, какое количество здоровья восстанавливает этот кисик. Денег уже тоже, кстати, тьма у Джигернаута, у Дэдж, Джигернаута, Темпларки и Антимага количество денег там плюс-минус одинаково. Поэтому я надежды вновь буду возлагать именно на Сент-Кинга, на Гостика. Как он разыграет свой эфициент. Ну, свою линию он, конечно, загнобил просто в мясо, но здесь годсплит пушит. А там можно заходить в принципе на Т3. Я думаю, сейчас ребята хотят, потому что у Кейсера у него есть встроенная БКБ, у Кайзера, у Кейсера. Это, кстати, тот самый, по-моему, который Балконбирс Каплиона, да, играл, только у него никнейм был немного по-другому написан. Помнишь такое? Я не скажу тебе со стопроцентной уверенностью. Вот мне интересно, если у кого-то есть темпла. Ну, это тоже из Греции игрок, сто процентов. Из Греции. Думаю, что у них там не так много Кейсеров. Итак, ОД, закидывает Астрал на Темпларочку. Сейчас будет неплохой прокаст, сдует всех крипов, так и получается. Фокус по-прежнему под Кейсиком очень больно. Не успеет он не слэш нажать. Ну, вот и все, минус герой. Но, Джиггернаут находился слишком близко, при этом он находился здесь без эгиды, а Темпларка, наоборот, как раз-таки играла осторожно, и поэтому сейчас она уходит с эгидой здесь. А можно было бы разыграть, действительно, если бы Темпларка стояла бы чуть поближе, торговала лицом. Но сейчас идет, ну, пытается как-то догонять и кого-то добивать. Там котла, скорее всего, убьют. Гостик с ним разберется. Ну, и здесь в астральную клетку заперли омнина. Это вешается репел. Конечно, это ему не поможет, разве что время потянуть и стянуть на себя фокус, чтобы он знал, что Темпларка точно уйдет. Да, Темпларочка действительно убегает. Время действия гиды, она подсказывает счетчик, еще две минутки будет хорошо. Ну, и Империя отковырялась, и сторону они не потеряли, хотя у вышки осталось без малого 400 здоровья. Конечно, не так много, как хотелось бы в идеале. Но, тем не менее, игра пока идет, и мне очень интересно посмотреть на графики, как вообще ситуация у нас менялась. У нас Империя вела в один момент практически 5000 нитворса, после чего малость подсдала. Причиной этого была как раз потеря вот этих двух вышек и заход на хайграунд. Но сейчас мы видим вновь отыгрываются и отправляются дальше фармить. Да, здесь сейчас, возможно, будет встреча. Казер уже с блинком, но никого не находит. Там он мог найти Гостика, но на самом деле это тоже было бы опрометчиво слишком, потому что там Гостик находился рядом с Годом, а здесь Темпларка без Омника, без Репела. Но вообще они идут дальше за вышками, они прекрасно понимают то, что эта эгида, она развязывает руки в плане забирания вот этих вот внешних товаров. Да, ой, посмотри, как там Темпларка внизу только что дала буквально. Вот это количество здоровья у Алохи это после двух ударов Темпларки. Да. Очень больно. Первый был Старгман. Но Антимаг, Антимаг, он пока что от нее очень сильно страдает. Он и до последнего момента будет страдать, пока не купит, я не знаю, там Абисал, например, Монтостайл, там какой-нибудь, вот что-то в этом духе. Сейчас пока она вот эти одиночные цели просто уничтожает. Ну, герой такой, специфика героя. Ну, да, Ассасин, не зря Ассасин. Именно Ассасин. И Инимаг, что очень важно. Понимаешь, она Ассасин и Нимаг, то есть Антимаг ее должен бояться вообще вдвойне. Ну, вот. Он ее и боится, я думаю, Лоха там весьма сильно страдает от этих плюшек с Молда, но посмотрим еще, что будет дальше. Собирает Темпларка, будет ли дальше выходить в какой-то ультимативный дэмэдж. Да, она собирает Кристалис. Да, это хороший выбор. Мне такой нравится. Она понимает, что БКБ ей не нужно, потому что там есть репел, в принципе, до определенного момента. Он будет работать, пока игроки команды Эмпайр не соберут. Ну, вот, опять же, Антимаг Диффуза не соберет. Не, ну, в теории может, конечно. Не, Диффуза по-хорошему иметь в любом случае необходимо. И здесь есть Оракл. Оракл неплох. То есть, в том плане, что он может снимать Форчинс Эндом репел и там прочие штуки. Но, это только в том случае, если ты грамотно успеваешь все раскастовать. То есть, если ты кинул этот Форчинс Энд до закидывания репела, потому что на репел ты его нажать уже не можешь. И, короче, это сложно. Короче, если тебя зафартило, то ты молодец. Да, да, да. Если либо там ребята ошиблись, либо если ты как-то слишком везучим оказался, позицию очень хорошую занял. То есть, тебе может запереть, ты там задиспелишь. И ребята из команды Бродмазерс просто пытаются как-то набрасываться на линию, на вот эту вот пушить ее, но Эгиды уже нет. Эгиды уже нет. А как мы помним, там же Гернаута очень быстро стерла в прошлый раз и не успел фокус. Ну, в принципе, да, но не успел. Фокус там ничего. Завещание подписать не успел. да. Нет, завещание как раз-таки может и успел. Он может свои слоты завещать темпларке, ибо неплохо манта вошла тоже. Ну, по крайней мере, это, наверное, единственный герой на этой карте, кому бы сюда неплохо смотрелось манта. Что, антимаг еще там есть, который тоже, кстати, манта старт собирает. Ну, вот антимаг уже в одиночку зашел на хайграунд. Он уже один готовится ломать базу, а здесь пачка персонажей только-только справилась с тир-3 вышкой. В этом как раз и прелесть сейчас пика империи выясняется в том, что они могут, не стягивая большое количество сил, ломать базу противника. Незаметно для самого противника. Ну, как, относительно незаметно. Кунка, кунка флизы, барабаны и армлет собирает. Ну, такой вот будет у нас кунка-саппорт, плавно переходящий в кунку дэмэдж-дилера, если, конечно, игра до этой стадии затянется, потому что против антимага и аутворд-деваурера на поздней стадии игры даже не знаю. Ну, одним джаггернаутом и тампларкой, если ты не будешь, это точно. Но, хотя у джаггера уже 3000 есть, есть манта-стайл и интересно посмотреть, что же дальше будет собирать себе фокус. Ну, а джаггеру что в таких ситуациях обычно собирают? Ой-ой-ой, эпицентр тут преследовал, забайтился кайзер на этого гостика и вернее, на алоху дэнса забайтился, а тут гостик стоял просто трусил хвостом и раструсил в итоге темпларку. Да, дешевый байтик получился в действительном. Да, ну, Илдор Титан сейчас начинает пушить по нижней линии вместе с 40-ом они сплетят. Вот как только сейчас переместились на топ Брудмазерск. Причем, самое, знаешь, противное в этой ситуации это то, что это вот такой сизифов труд. Ты, казалось бы, линию отпушил и вроде бы все хорошо, но что делает в это время антимаг? Антимаг в это время объедает полностью свой лес. Как только он доедает лес, вы уже задолбались отпушивать, вы уже убежали, он опять появляется на линии, начинает фармить на линии и пушит вам опять в ту сторону. То есть, получается, что антимаг, особенно за дайр, когда он на верхней линии обосновался, все, это вот чуть ли не рай для этого персонажа, даже если вы занимаетесь какими-то мероприятиями по изгнанию его оттуда. Специфика героя такая. Да, да, вот из-за этого героя и любят, и не любят. Зависит от того, за кого ты играешь, в чьей команде, с антимагом или без антимага? Год, я просто обращаю свой взор на кода, он там фармил крипов и потратил всю ману, видимо, очень ему не повезло на то, чтобы прокала пассивка. Ну, причем, вероятность ведь там невероятная. Вероятность невероятная. Как же я говорю, боже! Невероятная вероятность. Да, офигительно. Впихнуть невпихуемое? Там сейчас котлу могли впихнуть невпихуемое, но антимаг постеснялся, пока еще, видимо, не чувствует такой вот силушки необъятной. Возможно. Вот как только Башар появится, тогда совсем другой разговор будет. Он, конечно, с Вангвардом, ну, в плане контроль, я имею в виду, что нужен контроль, с Вангвардом он толстый, там, 1750 хитпоинтов под, ну, учитывая то, что у него ПТшка на интеллект, это немало. Да, тут СОД разобрались. Да, причем подловили его на моменте отсутствия Астрала, в итоге просто посадили на крест и разобрали. Так бы год, возможно, и смог избежать погибели. Так, Гостик сейчас, смотрю, засел, но что, будет эпицентрировать? Попытается как-то забрать Фокуса? Да, видимо, будет пытаться. Прыгает, начинает до него докапываться, тут же антимаг, антимаг успевает нанести пару ударов, но к этому моменту Фокус уже убежал. И маны не так много было отобрано. Неудачный форстаф получился от Гостика, возможно, там, ну, ты видел, Алоха прыгнул, а он в бок повернулся и форстафнул его в этот момент Гостик. В итоге Алоха там вообще куда-то уехал. Ну, там просто слишком готов был Джиггернаут, и здоровье у него оказалось многоватым. Так, тут Элдер Титан встречается с Темплером Ассасин. Это осень подкашивает не только у нас. Не только листья? Не только листья, да у нас он комментаторов покосило, как он друг вчера тоже. Да это типичная проблема, вот скоро начнутся такие травлы, шморганье, хэканье, бэканье, бэканье. Они уже начались, если ты заметил. Да я-то заметил, заметил, я сам удивляюсь, как получается порой держаться в строю. Да, да, да. Возможно, я как Халк, возможно, я просто всегда с соплями, поэтому на мне действия простуды не так ярко видно. Сейчас я, как обычно, червлю, и завтра буду с температурой 43. Ну, хорошо. У антимага 3200, то есть денег уже достаточно для приобретения башера. Абисал тоже не за горами, потому что Vanguard уже есть на руках. Вот это как раз та прелесть артефакта, про которую я постоянно вспоминаю. В моменты, когда Абисал стал собираться именно из ВГ, сам Vanguard стал более актуальным в начале игры именно. Да, но вообще он по итогу даже окупился, несмотря на одну там проигранную драку от команды Империя, когда они сами же заходили в лес команды Broodmothers, но появился Рошан. Появился Рошан и знают об этом и одни, и вторые, потому что там чекнул Гостика, здесь стояла трэпа Темпларки, которую разбили. Дейдалусу Темплар Ассасин дэмэджи теперь нереально много. Прилетает сюда, присумонил котел, но по-моему это была ошибка роковая. Да, минус сразу один. Алох, правда, тоже здесь могут забрать. Замечательно, он мне слэш, и корабль тоже стилистает. Какой там дэмэдж вообще? Под этим дизолятором с Дейдалусом и Кингер скорее всего тоже уйдет в таверну после Фоллс Промиса, да, он уходит. Вот так вот. И это минус 3, слишком много физического урона, слишком мало защиты от этого урона, плюс вот эти 3-4 в инвентаре, вот господин Алоха Дэнс Илья Коробкин. Илья Коробкин, да, спасибо за более индивидуализированное обращение. Я просто люблю называть всех по именам, знаешь, прям как в настоящем спорте. Все верно, все верно. Так вот, Илья Коробкин, почему у вас 3,5 тысячи в инвентаре и стики имеются в наличии? Я понимаю, конечно, что стики это очень круто, там 17 зарядов, все дела, но наличие того же Башера позволяет порой не только убивать, но и иногда даже убегать. А вот Джиггернаут понимает это и покупает фокус Башер. И возможно в будущем он приобретет себе Блинг Даггер. Вот, Илья Коробкин тебя услышал. Типа Илье, я уверен, что это менеджмент, просто Эмпайр смотрит трансляцию, звонят ему сразу же по телефону, говорит, Илья, тут Роман Тепюкина тебе нелестно вызывает. И так, 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 понятно, что минус ми-пошка. Вот Кайзер, я говорил про эту Темпларку, потому что она с Элдер Титаном будет вообще короткие разговоры вести, и ты видишь теперь почему. Потому что даже Юл тебя спасает ровно на 2,5 секунды времени пока... Здесь Алоха набрасывается на Кайзера, но, по-моему, это была ошибка вообще. Ну, ой-ой-ой. Как же больно Орак лупил. Там и Год сейчас набросился на Кунку, если обратишь внимание на верхнюю линию. Правда, Кунки тут могут быть гайки, но нет, он уходит. О, Дэ, куда же ты прыгнул? Хотя нет, хотя вроде еще более-менее. Вроде все хорошо, просто проблема в том, что Кунка играл армалетом и проиграл в армалет. Вот как русская рулетка, только русская армалетка. Армалетка. Да, сегодня я что-то неплохо. Да, сегодня вообще... Так, и вышечку забираю также по центру Бруд Мазерс. И вот вроде бы казалось, что все очень хорошо у Империи, что вот с этим вязким сплитпушечным стилем у них все получается весьма неплохо, но, как только стратегия, ну, не стратегия даже, да, вот микро начала давать ошибки, вот только трещинка пошла, и мы видим то, что трещинка на графиках прям видна. 7500 были отыграны. Я просто... Ты мне про русскую рулетку напомнил, я... Ой-ой-ой, тут гостик потрусил, так, про русскую рулетку потом поговорим, сейчас котел в нее сыграл и проиграл тоже. Я просто вспомнил про человека, вот знаешь, вот котел, мне кажется, как раз оказался сейчас в такой ситуации, который Наспар играл в русскую рулетку, но при этом он использовал не револьвер, а обычный пистолет. Да, да, не нужно так делать в домашних условиях. Да, вообще даже с револьвером мне кажется, это опасные игры такие. Не повторяйте. Да, ну вот Алоха сейчас фармит вражеских хэншинтов. Покупает себе гостик Тревелаб. Более мобильный теперь Сэнд Кинг, хотя и так ему мобильности не занимать. У него и Блинк Даггер, у него и Форс Став, у него и Иул есть, который прибавляет ему этой самой скорости, там возможности эскейпиться и так далее. Ну вот Кайзер опять он хочет реализовать куда-то свою эгиду, потому что у него она есть, но эгиды Шрёденкера в общем. А ты с ней как бы леса фармишь. С другой стороны, Темпларочка уже там собственноручно убивала людей, вышку забрали в центре. То есть, то что Темпларка не умерла при заходе на рампу с эгидой, это понятное дело, но я про то, что не бесследно закончились перемещения. Вот сейчас, например, опять Элдер Титан умрет. Он так из-за дерева выглянул, нет, нет там никого. Вот сейчас его опять найду. А тут Алоха прыгнул и Алоху посадили на крест, но все-таки решили, что Алоха это более сладкая цель, чем Элдер Титан. В него попадает корабль, несмотря на то, что он прожал Монта Стайл и увернулся от креста. Вот сейчас, мне кажется, он зря прыгнул, потому что спасти его будет крайне тяжело, хотя вот сейчас Гостик успел. Да, Алоха просто умирает. Да, после Омни Слэша Фолс Промис, конечно, но Гостик тоже умрет, здесь вешается на него диффуза. Что-то многие игроки, я заметил в последнее время, путают Фолс Промис с неуязвимостью. Это не совсем верное утверждение, то есть Фолс Промис как раз дает тебе возможность избежать пары лишних плюх для того, чтобы как-то, я не знаю, там отойти, либо наоборот вписать максимум ДПСа, то есть ну не просто бегать по драке, ничего не делать, ты сдохнешь тогда, все очень просто. Кайзер покупает себе Гиперстоун, Муншарт, но мне скорее всего кажется Кираса, все-таки Кираса получше будет, то есть что-то Пларка делает. Что она творит? Просто и непринужденно заходит и одним движением руки убивает Алдертайтона. Она выкупается, Гостику приходится выкупаться, потому что там падает линия и еще 30 секунд не будет антимага и за этот момент может упасть еще и вторая линия, поэтому и Мипошке тоже приходится выкупаться. Сейчас будет минус линия. Диффуза в команде купить. И не надо на вопрос типа, а кому это делать, отвечать, ну тут же нет героев, которые диффуза собирают, как мы будем играть. Обычно у диффузов нет ограничения на приобретение какому-либо персонажу. Вот раньше Башер там Войт не мог купить, Слардар, еще кто-то. Но Энви мог. Энви, ну пытался, по крайней мере. Так вот, и штука в том, что купите, я не знаю, на ОД купите диффуза, они там и атак спид добавляют какой-никакой, там брони немного добавляют, что-то добавляют. Плюс возможность снимать этот долбанный репел. А так ребята просто бегают. Амнинайт реально не контрится. У него Guardian Angel, у него репел, то есть делаю, что хочу. Плевать на всех, кастую, как хочу. Я кастую, где хочу. Вот именно. Это же полный беспредел. Причем где хочу тоже, потому что у него есть и Форстаф, и Блинк, и Линза, очень мобильный омник и может кастовать издалека. Да, сейчас момент упущен и сейчас начинает появляться вот та же бабочка у Джигернаута уже нарисовалась. То есть еще и Манки Кинг Бар добавился к артефактам первой необходимости. Но это в первую очередь Антимагу скорее нужно. Но Антимагу, я думаю, хочется подсобрать какие-нибудь другие слоты помимо Манки Кинг Бара. Я думаю, хочется какую-нибудь возможно Тараску купить. Ну, потому что мы сами видели, что происходит вообще с Алохой. Алоха пока что даже несмотря на Фоллспромис, несмотря на какой-то в этом Фоллспромисе захила Торакла, он не боец. Да, потому что нужно более агрессивно нападать. Ты должен сам прыгать. И вот тут еще одна проблемка сейчас такая скрытая, которая вырисовалась в пике у Империи. То есть мы уже говорили про позитивные стороны, сейчас поговорим еще немного про негативные. Это наличие одного сильного Кора. Тут позиционка, тут сейчас будет Гостик врываться. Не забываем то, что у Гостика. Ну, да, я думал он будет врываться, но на Тарапларку под Репелом особо не ворвешься. А вот с Абисала можно и ворваться. Год юзает БКБ, там Гвардия Анэнджелл пошел, пошла драка от Империи. Корабль летит и попадает в Антимага, ну там не в Антимага, в Гостика, но там Юл и уже минус Оракул. Оракул рассыпался, там Пларка пытается догонять людей. Гостик, скорее всего, тоже здесь умрет. Это минус Гостик без байбека, 75 секунд не будет Сент-Кинга и уже никого здесь не догнать в команде. Бродмазерс, но на рампу можно заходить пытаться. Можно заходить. Крипы далеко. Ну да. Тяжело заходить. Пока они подойдут, уже появится Оракул, до появления Сент-Кинга будет уже секунд 30-20, а это время, я думаю, там Элдер Титан постарается немного затянуть. Антимаг просто понимает, что сейчас единственное, чем он может быть полезен, это... Сплитпуш. Сплитпуш, именно так. И он как раз отправляется дальше, но возможно понимает то, что команда противника это понимает, и его сейчас будут как-то пытаться ловить. Но это не так. Но это не самое благодарное дело. Если бы Антимаг там сейчас сдох, то да, тут прям совсем все было очень плохо, тем более, хотя нет, у него пока есть выкуп. Единственный, кстати, в команде Дайру, кого быкут есть. Кисик вызывается, и начинает пушиться Т3. Ой-ой-ой, неплохо, хороший ультимейт, и от ОД, и от Антимаг, и там Пларку просто моментально сдувает, и не было эгиды уже, собственно, давным-давно у Кайзера делает тэп-аут, там не найт. Ах, слишком далеко прыгает Антимаг, в итоге перепрыгивает. Но я думаю, что он не ожидал, что Омник будет прямо там делать. А это типичная уловка, то есть, так вот. Ой-ой-ой, он ману ему сжег, и на Омни Слэш не хватило. Бабочка все же немного спугнула и самого Аэма, и Джиггернау тоже решили. Да, вообще, я думаю, ты видел, как повернулся фокус? Я думаю, то, что если бы там не сжег ману ему, а Лоха, и хватило бы на Омни Слэш, что... Так там блинки, там все есть. А он прыгнул на блинке к нему? Ну, я думаю, пережил бы там первых несколько прыжочков. Ну, не знаю, короче. Мне кажется, это было не самым бы здравым решением вот так вот на антимагов тратить. Омни Слэш, не более, весь рюкан на него под контролем, нет? Торрент пошел и иллюминейт туда. Конечно, Алохе достаточно просто пришел. Но фокус сейчас рискует отъехать. Несмотря на хилл Нинайта, наверное, нужно отходить все-таки Джиггернауту. Пока что, ну, как минимум до появления Темплара Сайса. Потому что, если сейчас умрет Джиггернаут, это будет провал. Нет Джиггернаута, зато есть Темпларка. Нет Темпларки, зато есть Джиггернаут. Да, и так вот, как мы видим частенько, да, комбинации типа Войта-Паришин, есть Хроносфера, нет из Бласта и наоборот. Или с Энигмой. Есть Блэкхол, нет четверых героев. Нет урона, да, 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 да. Эхо, наболевшим опять. Ну, ладно. Я вчера, между прочим, перед сном, думаю, катнул две партиечки, катнул, плюс 50 заработал и пошел спать с хорошим настроением. А знаешь почему? Почему? Потому что 8 человек отправилось спать с отвратительным настроением, потому что в команде моего противника дважды подряд был Ливер. И я просто сгорел, потому что я понимал, что этот чувак мог быть из-за меня. И я зарепортил обоих товарищей, несмотря на то, что они были за противоположную команду. И вам тоже, господа, советую, если вы так играете, вы видите человека, который ливнул, который что-то не так сделал, который фидит. Репорти, независимо от того, за кого он играет, за вас или за противника. Потому что когда играет он против вас, вы такие, ахаха, не фидит, чувак, норм, норм, изи, плюс 25. А когда он за вас в следующей игре катать будет? Поэтому репортите смело и все. Понятно, что репортов на всех не хватит, но будем стараться очищать. Я думаю, ты вот зашел в доту скатать три игры. Ты играешь первую игру, потратил пару репортов. Играешь вторую игру, потратил пару репортов. Ну, их обычно там две-три штуки есть, и вот у меня обычно они все уходят первую-вторую карту сразу. Ну, вообще, да. Но в любом случае. Я вот давно уже по этому говорю, нужно сделать, как в кейсике, огромнейшее количество репортов, но при этом сделать систему Overwatch, чтобы люди могли наблюдать за правдивостью выдачи этих репортов. Система репортов пока совсем несовершенная. Она прям жуткая. Вакбан вести. Не, ну, он-то понятно, кого как банит. Я имею в виду за вот, за то, что люди ливают, сливают. Темпларочки не очень-то и приятно бороться с этими иллюзиями, которые тоже имеют теперь у вороты. Которые бабочные иллюзии? Бабочные. Не, так у Темпларки как раз имеется, хотел сказать, один слот, но нет. Темпларка купила себе блокинг-бар, все же. тапок продаст, вот я как раз просто про МКБ хотел сказать, что мог получиться такой интересный итембилл, то есть по блинкам КБ дойдалось. Может быть вместо дезолятора, но дезолятор тоже круто смотрится, вот как не крути, он реально хорош. Нападение напал. На Keeper of the Light, а котел скуклился и теперь там кого-то в Астралии спрятали, это фокус. Джиггернаут, омнислэш по антимагу, но он отблинковывается и вроде бы заканчивается действие омнислэша, там Кайзер пошел, его поднимают на Иулы, разлом, вроде неплохой по Кайзеру, Кайзера сейчас начинает испытывать вся команда Team Empire, но есть Guardian Angel и Repel на Темпларке, и Темпларка уходит отсюда, пока что отдает жизнь свою омнинайт, но да, и Кунка, но Кунка улетает, повезло. Да, за остальными почему-то не побежали, в итоге погнались за какими-то второстепенными персонажами, вместо того, что продолжать драться с Джиггернаутом, с Темпларочкой и попытаться забрать именно основных героев. Окей, в любом случае это 2000 плюс для Империи, но есть еще, мы видим порох в пороховницах у этих ребят, выкупов, кстати, вообще ни у кого нет, помимо омника. Ну, омник без га, пока что. Он, конечно, его тратил, но... Тут иллюзии антимага уже заходят, и вот неприятно все равно с бабочкой пробивать вот такие иллюзии той же Темпларки, мне кажется, МКБ по-любому нужно будет Кайзеру собирать, но денег у него сейчас слишком мало. Там еще Кунка может прийти на помощь со своим Тайтбрингером, если криты будут собираться, то иллюзии могут относительно быстро тоже падать. Так, а у Сенткинга вот какой билд? У Сенткинга, я так понимаю, будет Шива, там Форест Автор Ва, вот эти все. Шива ООД есть. То есть он Кирасу соберет? Ну, может и Кирасу, да. Ну да, но это было бы логично, конечно же, собрать два разных бронежилета, потому что две Шивы это было бы как минимум странно. перебор. Не, ну Кираса тоже круто, при этом у тебя герой вроде бы такой саппортящий, да, который ну, обычно вот Тампларка, да, она крутой дамедж-дилер, то есть ей бы вместо Кирасы тоже МКБ было бы круто. Хотя с другой стороны Кираса тоже в команде нужна, и тут вот ты от этого никуда не денешься, потому что ты знаешь, что Омни Найт будет эту Кирасу собирать полгода, Кунка, скорее всего, тоже, тем более ему тоже другие айтемы нужны. А вот Сенткинг, пожалуйста. Тем более, когда есть Шива у противника, ой, противника у тебя. Так, ну смотри, что получается. Получается Омник сейчас в смоке, выбегает, выбегает, бежит, 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 вернее котел, 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 да, за ним сразу же Кунка. Все побежали, Омник, ПА, обидят Алоху, и Алоху сейчас можно поймать, есть Монолик на Гостика, Алоху ловят на крест, и Алоху здесь все абсолютно оставляют, кроме Рената, Ренат будет вешать на него фолспромис, но догонять будут Алоху. Да, это будет минус Алоха, сто процентов. Он упрыгнул, но получается слишком много урона, плюс потратил блин, да, его убивают. Ну и вот. Алоха, выкуп имеется. На тему просто того, что имеется один хардкерри, как таковой, и это действительно становится серьезным таким утверждением, потому что у Жигернаута есть там хотя бы вертушка, то есть у Дэйва туда не бьет, у ПА имеется БКБ, скорее всего, это, кстати, была одна из причин, почему ПА купил Блокинг Бар, чтобы в случае чего не зависеть от Омника, если там вдруг подраться. Вот. А одного керри, такого даже как Антимаг, его все-таки проще законтрить. Можно купить какой-нибудь Хекс, какой-нибудь Абиссов. Один керри лучше, чем... Ой, хуже, чем два керри. Все верно. Азы дотерской математики уже потихоньку ПТС, смотрю, изучил. Там у нас на хайграунде уже начинает развлекаться фокус. Ну, он может наклеить под репелом. В принципе, при этом он заставил выкупиться Антимага. Он один. Заставил выкупиться Алоха. И сейчас прекрасно понимает команда Бродмазерс то, что если убить Алоху, то ты, скорее всего, выиграл игру. Да, да, да. Потому что отбиваться будет некому, урона носить будет фактически некому. Год имеет на 5000 Нетворса меньше, чем там Антимага или ТА или тот же Джиггернаут. То есть, опять, 1000 это формально Хекс. С Хексом это был бы совсем другой персонаж. Тут уж ничего не скажешь. Я пока что включу байбэк статус, чтобы посмотрели. Есть уже байбэки у всей практически команды Бродмазерс. Кроме Киперов Залайта. Ну а здесь а и у Кунки еще нет. Ну, Коргероев у всех байбэки есть, и это главное. Тем более у Темпларки уже 6 лотов. Я думаю, что не будет Кайзер тратиться на МКБ там какое-то. Просто ставить себе пока что на байбэк. Пойдет более сейловый такой вариант. МКБ может быть Джиггернаут. Купи, да. Действительно. Темпларочка она тоже затарилась и Кайзер. Хотя нет, слушай, покупает Манки Кимбар просто вот в два клика фактически продает Дезолятор. Дезолятор, да, тот самый. Ну, ладно, пусть будет МКБ по сути. Если пересчитывать урон на цель с уворотами, то, естественно, Дезолятор наносит урона куда меньше, потому что все-таки там сразу минус 30% можно списывать и все. Ну да. Но обычно в таких случаях просто Темпларка опять же герой, который требует очень много айтемов и слотов только 6, так как, в общем-то, я антимаг. Было бы замечательно, если бы можно было собирать больше слотов, но это, возможно, будет только в нашей доте платной. Мы, возможно, возьмем в наше конструкторское бюро имени Годханта и Каспера по разработке платной доты с донатами. Но я смотрю, ты тоже немного проникся идеей, поэтому... Ну, вообще, я просто... Ну, как бы, у меня лежит душа к этому. К этому. К деньгам? Она у всех, мне кажется, лежит. Я все равно деньги-то получать не буду, все равно деньги будет получать компания Valve вместо меня там. Итак, достаточно людей, кому получать деньги, знаешь, а я так. Чернь? Нет, я просто, как это говорится, за идею. Ага. Ты меня сразу вот это вот начинаешь. Да, тут пока что фокуса, пытаются как-то словить, но под репелом его не особо словишь. Вообще, ну, действительно, мы с тобой уже много идей обсудили по поводу платной доты и слоты дополнительные, но это уже, конечно, давно было. И БКБ грейжиное. Да, вот антимагу бы еще трвала сейчас, наверное, какие-то поднести, все равно у него еще 4,5 минуты выкупа не будет, так-то он дофармить успеет. Итак, теперь уже, как мы видим, у имперцев все достаточно плохо. Что должно измениться для того, чтобы изменился статус-кво? мне кажется, нужно, чтобы ОД все-таки какими-то силами, я не знаю, смог дособирать себе Хекс, потому что без Хекса дела не будет вообще никак. И, ну, реально нужны Диффуза. Ну, ребятушки, ну, вот просто купите, пожалуйста, Диффуза, вот на кого угодно. Нет, они, скорее всего, здесь уже их не купят, потому что год, ну, смотри, год Хекс. Да, тут кто угодно. Вот я тебе тоже еще раз повторяю, Диффуза может собрать любой персонаж, Сымкинг может собрать, не знаю, Титан может собрать. Да я не к этому, я к тому, что здесь просто, скорее всего, будут делать приоритет другие слоты. Я понимаю, что могут. Для этих ребят понятно. Ну, в смысле, приоритетные слоты? Чувак нажимает две кнопки, вся команда неуязвимая, один из них еще и к магии неуязвим. Все, а вы ничего сделать не можете. Па-па-па-пам. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Когда-то, возможно, мы перерастем подобные вещи, и фуза начнут собираться не только на тех героях, я с тобой солидарен. Роман, я с тобой солидарен. Просто я говорю, что вряд ли с тобой солидарны игроки команды Team Empire. Вот, хорошо, сейчас посмотрим, как дела пойдут. Как говорится, победители не судят, но тут еще нужно победить. И вот, вот это главная проблема. Вот эту вот обузу, вот этот с крестом. Хорошо, что это не Тинкер. Я просто сгорел чертям, когда комментировал вот эту вот игру на американских квалах. А что там было? Толик Маниле. А там был Кунка с Тинкером. И там команда X-Mike играла. И там Михаил просто обузил вот эту вот штуку. Я прилетаю на кресте с Трэвелов и возвращаюсь туда же. А, ну это нормальная тема, да, реально. О, неужели? Спасибо, спасибо, Сережа. Огромнейшее. Паузу специально поставили для того, чтобы я выразил отдельную благодарность Сергею Году Брагину за великолепное решение и отдельную грамоту за приобретение диффузов на герои с главным атрибутом неловкость. Просто для того, чтобы использовать достаточно полезную, активную способность Пурдж. Пурдж. Вообще, кстати, неплохо вот это звучало, знаешь, это как как речь вот этой вот школе, когда приходят всякие непонятные люди на линейку, тебе на последний звонок и выражать тебе благодарность. Какие-то депутаты непонятные. Меня всегда веселило. Причем, ты не знаешь, кто это, что это. Но там говорят, что это вообще неуважаемый человек и надо верить. А тут тем временем фокуса убивают и Готова хорошо пробивает, между прочим, фокус, но фокус раскручивается и уходит отсюда Блэйд Фьюри. Очень мало здоровья у него остается. Здесь Кейсер пошел уже в бой под Репелом, но Репел и БКБ по-моему спадают. Да, это минус БКБ проюзанное у Темплара Ассина. Сейчас заходить будет нереально тяжело. Так, хорошо. Дальше то, что мы делаем? Дальше мы смотрим за тем, как падает Барак, потому что вся команда Брудмазерс фуловая. Там Телега стоит, стреляет еще по рейнджовому Бараку. Ее нещадно просто разваливает Гот сейчас вместе с Гостиком. Ну и попытки будут продолжаться, естественно. Ну, просто опять же проблема... О, видел Оракл сейчас? Он успел, он успел. Там Линза есть? С Линзой уже намного удобней такими вещами заниматься. Так. Ну что, будет ли еще нападение? Пока что это Астрал, но это минус Барак. Ну, это минус вторая линия. Но сейчас Костик нападает, Абисал получает фокус, фокус рассыпается. Га пошел, Омни Найт. Омни Найт сделал уже все свое дело, а тут Омни Слэш и по Мипошке, и по Кингеру. Это минус два саппорта. Алоху тоже пробивает, но здесь есть Гостик по фокусу. Фокус умирает, но там репелы. И все в репел ушло. Манавойт в репел. Какой же провал. И сейчас Антимагу придется отходить на базу, чтобы там подрегениться и упадет второй Барак, хотя Гостик подкапывает Кейсера и Кейсер падает. Да, ну хоть кто-то смог вытащить эту команду. Ну ладно, у нас там прыгает дальше Антимаг. С фокусом что-то произошло, он буквально на секунду перестал реагировать на нападение Я думал, что не станут дальше идти имперцы, но они пошли, и там Гостик за кункой пошел. Он скорее всего тоже его убьют. Убьют, убьет, конечно же. Да, и вот у нас Ил. Ил идет. Нужно взять Баунтируну. Нет, не взял Баунтируну и Котел не взял Баунтируну. Гостик убьют во множественном числе, я сказал. Мы Николай Второй, как говорится. Ну да, да, да. Ну и посыпались греки на хайграунде? Не, ну они в сторону забрали, конечно, заплатили за это весьма дорогой ценой, но... И Рошанам еще заплатят. Вот Рошан, Рошан уже неприятно. Да, хотя с другой стороны, нижней линии нет, центральной линии нет. И сейчас можно прям просто отправляться по последней верхней стороне, делать мега крипов, а дальше уже пусть имперцы как хотят, так и отбиваются. Там Кунка выйдет в какую-то нереальную критическую массу со временем. Ну Джиггернаут и так все хорошо, вот Эмпларки тоже. Там Омник, может, что-нибудь дособерет. Ну, Омника 3000. Он может что-нибудь собрать. Ты можешь дезолятор этот купить вместо Тэмпларки, чтобы дебафдовать? Я прям вижу, как он идет вот молотком своем так... БАААААААААА! Ну и просто помнишь, когда мы обсуждали замену дезолятора на что-нибудь? Это вот выглядело кстати, мы не рассматривали как альтернативу наличия дезолятора у кого-то другого. Да так Котл может собрать дезолятор, понимаешь? Это немного другие вещи. Хотя котел с дезолятором это было весьма забавно. Ну, вообще, это было бы неожиданно, когда ты видишь то, что котел дает в тебя тычку, и она вот эта красная летит, и ты думаешь, ты понимаешь, что... А потом вообще в тебя входит так, что, ну, бвум, у тебя там четверть столба слетела. А это котел. Ты думаешь, что здесь явно что-то не так. Ты думаешь, что ты в Ability Draft играешь потом в турге. Да-да-да-да-да. Так, ну что? Да, у нас по здоровью. Я вообще смотрю, что тут запасы здоровья такие небольшие. Там 1200 Oracle, 1200 Elder Titan, ну ладно, там EUL, там Ghost есть. Хоть как-то могут спасаться от тампларки. Ой-ой-ой, Гостик рискует подставиться, если был бы там гем, или вообще хоть какой-то detection, но detection'а нет. Хотя продюсерный Sandstorm, и здесь там Sandking уходит. Уходит пока что. Перемещается на центр игроки команды Empire, и... Возможно, возможно, даже будут пробовать заходить с Эгидой. Эгидой имеется у Алохи. Так. Ну, по Networx, опять же, у меня были включены байбэки по Networx, мы сами видим. В принципе, это все уже не суть важно, потому что все свои слоты дособрали. У кого-то они дороже, у кого-то они дешевле, но самое главное то, что они все полезные. Вот у Года единственное, там муншарда не хватает, но я думаю, что Год прикупит. Что он все-таки себе на байбэк оставляет. Да, тут еще многим муншарда не хватает. Практически всем, я бы даже сказал. Просто потому, что еще не слишком с жиру бесятся. Вот еще последний слот Годда собирает. Там поглядим. Гостик. Лотус-Орб. Лотус-Орб штука, в принципе, норм. Не, ну в целом пойдет. Я просто пытаюсь перечислить в уме количество заклинаний, которые вот будет уходить в этот самый Лотус. Или которые он сможет диспейлить. Надеюсь, пригодится. Ну, пока что в смоке ребята из команды Брудмазерс во вражеском лесу обставляются вардами. Вот так вот неожиданно. Причем есть смок. Смок от команды Брудмазерс. Я думал, это Империя. Проюзали, честно говоря, чтобы посмотреть, нет ли у них ни у кого в спине. Понимаешь, тут эти ребятки балуются. Кстати, Сенкинг может сейчас попробовать напасть. Но нет, не делают этого. И сейчас Имперцы могут добаловаться. Потому что если они пойдут в размин с сторонами, они ведь должны осознавать, что сами потеряя третью сторону, они просто получат мега-крипов на голову. Ну ладно, там еще в миде барак остается. И поэтому размен сейчас ни в коем случае их не устраивает. Ну, либо не должен устраивать. МКБ купил антимаг. Да, тоже полезная штуковина. И аганим появляется у Омни Найта. 8 секунд длительность. И глобал. Ну да, вот это вот очень важно. Потому что в драке там ренж на самом деле не такой уж и большой. Если ты в драке как-то рассредоточился, то есть вероятность, что ты вроде бы близко находишься, а на тебя не попало. Чего ты ржешь? Забавная была аналогия. Ладно, это про против ветра. Ну хорошо. Джаггернаут дальше-то у нас что? Диффуза, наверное, можно? Я что-то сегодня прям реально неплохо. Разваливаешь. Конечно, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Но надеюсь, наши там 15 зрителей, которые смотрят сейчас эту трансляцию, должны будут оценить всю тонкоту юмора. Темпларка, кстати, вот опять. Это табу с крестом. Можно через трвала просто отпушивать линии, которые... Ну, летать не только на базу, но еще и по линиям. Вот так вот. Неплохо сказал, неплохо. Не, ну это реально круто. Ты просто прилетел и возвращаешься через некоторое время на то же место. Можно вопрос? Почему вот Джаггернаут просто вышел сейчас с кункой и начинает бить крипов? Что это за фигня была? А, это надеялись на глобал, аое, но так там диффуза работают по-прежнему. В итоге Ил еле-еле живой, хотя сейчас он не слэш пошел. Он уходит, а в него дали все, в него дал им анавоид, между прочим. Алоха и Алоха рискуют погибнуть. Но это правда только эгида. Проблема в том только то, что Темпларка фуловая. Хотя АГА там тоже ничего нет, но там потеряли двух саппортов. Гостик вырывается на Темплар-ассасин и сбивает год просто нещадно Кейзера. И это минус Темпларка. Минты тому году уже прилично подкопилось. 28 единиц лишних. И придется делать выкуп сейчас Темпларочке. Гуг тоже пока что на фонтане. Пытается пополнить свой запас здоровья для того, чтобы иметь возможность подходить и вот этим вот кресто-отпушем пользоваться. Но Империя просто отступает. Кресто-отпушем? Да, кресто-отпушем. Кресто-отпушем, кресто-отпушем. Ну и потеряли эгиду на антимагии сейчас. Мне кажется, просто в такие моменты вот у Империи вроде бы все неплохо. Они убили Темпларку, но в такие моменты ты понимаешь, что не будет эгиды на антимагии, то все, это Габелла была бы. Не, ну они-то понимали, на что подписывались, когда так шли. Они понимали то, что эгиды имеются в наличии. Я понял, что ты имеешь в виду. Просто в другой ситуации бы антимаг так не подставился и не стал бы грушить для битья. Мне было очень интересно, почему Брудмазерс вообще так подставились. Потому что я вначале немного ошалел, когда Джаггер вышел на линию. И я такой, вот! Ошалел Джаггер. Я смотрю, у него ни эгиды нет, ничего. То есть команде под сейва тоже толком нет. Но есть как бы Омник, но Омник, не забываем, там диффуза имеются. То есть и сразу такой, что? Хекс появляется у... У Сын Кинга. Это сильно. Вот Гостик реально с этим Хексом может сейчас дело натворить. А вот World Devourer с Гиперстоуном, ну, вернее, с Муншардом, то бишь хочет бить куда-то. Не знаю, если еще дадут ему бить. Вообще, вот это вот, как ты говоришь, ошалевший. Ты ошалел, там, Джаггернаут ошалел. Это, возможно, был такой байт в стиле кто кого передумает, знаешь. Типа, да нет, он по-любому не такой ошалел, и что вот так вот выходит. Просто беспечно. Гостик получает ультимейт Джаггернаута на голову. Хотя там уходит и по Крепам, и есть уже Палспромис по Алкорду Ваурора. Антимаг начинает, и Антимаг погибает на 111 секунд. Как же там разваливает Темпларка? Я даже не посмотрел, не успел посмотреть, как там Антимаг развалился. И тычка летит еще и в ОД. Есть хороший хастом по Телдер Титана. Тут Кенгера оставили на растерзание, поднимают в Юл Кунку на отходе. Будут, будут догонять там Кунку. На ноге уже несется, и крест скоро появится. Байбэк от Салоха. Да, он делает как можно раньше. Так, и что это было? Это у нас просто на форставчике отъехали люди. Хорошо. В итоге минус байбэк у Антимага. Но нет, у Антимага пока что нет Блокимбара. А у Темпларки есть. Кстати, да. Но 25 секунд. Могут еще как-то попробовать продержаться. Хотя Крепы уже заходят. А таким мощным героям времени много и не нужно для того, чтобы базу поломать. Хотя есть глиф фортификации. Это тоже важно. Да, по фокусу тоже вроде неплохо влетает. Но как же больно там раздамаживает Темпларка. Она практически ваншотит саппортов. Антимагу тоже пол лица там отрывает стычки. И Хекс пошел на Кейсера. Хотя его сейвят. ИГА пошло. Наваливает туда Гот. И также Сент-Кинг с эпицентром. Залетел корабль по Алохе. Алоху надо сейчас спасать. Потому что у Алохи нет байбэка. На Алохе Лотус. И он отпрыгивает. Гот может подставиться. Гот погибает. Долетела до него тычка. Гостик тоже минус. Таверну на 114 секунд. И падают бараки у команды Team Empire. И отходят отсюда греки там доламывать. Барак на миде, который остался. Да, и должны будут его доломать. Должны будут сделать сейчас мега-крипов. Если только не произойдет какое-то чудо. Чудо, я не знаю. Это может быть Санит-Эклипс от года. Пока что он настреливает очень неплохо. Да, наворовал. Вроде бы так же качественно. Но он байбэкается. И скорее всего сейчас сюда будет лететь. Умни-Найт подхиливает себя. Там пошел дизейбл, оракл, амипошка. Юзает гост скипетер. Ой, куда ж ты вылез? Ой-ой-ой, год после байбэка умирает. Куда ж ты вылез? Кингер юзает гост. И спасает это, конечно, его. Но здесь уже скрипами. Он не слэша. Разбирается Джигернаут. И пошел за Ренатом. Ренат умер. Здесь последний, кто остался в живых. Но там байбэкнулся еще Элдер Тайтон. Но это уже ничего. И это ультра килл для фокуса. И это первое поражение для Империи. Вот так вот. Ну, у нас Бест оф 2 серия. Сразу же скажу, что у нас будет впереди еще одна карта. В любом случае одна. Как минимум? Нет, я говорю, как минимум будет ничья. Да, да, да. Действительно, действительно. И за Империей мы еще сможем немножко наблюдать. И максимум. Как минимум и как максимум. Как максимум, да. Ну, вот так вот получилось. Неплохое начало было от Империи. Неплохо, вроде бы, они там на стадии драфта как-то даже проводили эти манипуляции с антимагами. И все было сделано круто. Но в итоге, как по мне, немного не хватило второго керри. Вот Аутурл и Ваурер не справился. Омник был слишком хорош. Слишком поздно пришло понимание того, что нужны диффуза. К тому моменту, когда были диффуза, уже был Блэкинбар у Темпларки. Вот в чем суть. Да, да. И вообще, в принципе, ну, пока что Брутмазерс показывает то, что они тоже достаточно серьезные противники. Вроде бы для такой команды, как Империя, там, где игроки достаточно звездные, можно так сказать. Ну, того же года, там. Алоха. Алоха. Илья Коробки, как я, конечно, мог забыть. Мы вот сегодня только в подкасте, вернее, вы в подкасте говорили. А я сидел, смотрел. Там меня просто Дмитрий Чемаченко сравнивал с таким человеком. А режиссер, скажем так, кое-каких фильмов я там сидел. Да, ладно, ребятушки, вы далеко не разбегаетесь. У нас впереди еще очень много дота на сегодня. У нас впереди еще сегодня пять дота-карт. Там будет и Вега, и Империя, и еще будут ребята другие разные. У нас и Elements Pro Gaming, кажется, сегодня тоже будут играть. И Kaipi вроде. И Каипи. И Каипи.